На помощь жителям Югры приходят современные технологии. В работе они активно используют социальные сети, ведут уроки дистанционно и по велению времени открывают собственные блоги. С одной стороны, это часть реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». С другой, инициатива самих педагогов. Для них это возможность разговаривать с учениками на одном языке. Использовать интернет-ресурсы не только эффективно, но и современно. Для молодых педагогов это еще и способ доказать свою состоятельность. Например, учительница 40-й школы Нижневартовска Анастасия Беседина стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020». Как ей это удалось, узнала Елена Составова. Два года назад Анастасия Беседина поднималась по этим ступеням устраиваться учителем географии. На руках диплом выпускницы госуниверситета. Сомнения были, возьмут или не возьмут на работу. Молодого специалиста поддерживало огромное количество энергии и желание воплощать новые идеи. Взяли не только Анастасию, но и ее мужа. Александр Беседин работает в школе учителем ОБЖ. Вместе супруги приходят на работу, вместе обсуждают новые учебные проекты, поскольку многие дисциплины связаны между собой. Вместе проекты разрабатывали совместно с другими учителями. Моя задача как учителя ОБЖ заключалась тоже. Свои нюансы надо было сделать. Сначала военная подготовка, потом детей и девочек готовил, параду на 9 мая тоже совместно. И в семье, и в работе Настя генератор идей, признается Александр. Одна из них – запустить канал в Ютьюбе. Блог объединяет два предмета – географию и общество знания. И помогает школьникам подготовиться к единому государственному экзамену. Привет! А ты знал, что ОГЭ – это общество знания, география, экзамен. И это подготовка по географии. Ну что, поехали! Каждый ролик длится 3 минуты и содержит массу полезной информации. В том числе ссылки на интернет-ресурсы, где школьники смогут найти дополнительный учебный материал. На ОГЭ география – самый популярный экзамен. Его выбирают 80% девятиклассников. Это не значит, что он самый легкий. Ученик не всегда может задать вопрос учителю, решая задание дома. Теперь на помощь ему приходят видеопамятки. Сегодня мы разбираем задание номер 5 – географические явления и процессы в геосфере. Для того, чтобы успешно выполнить данное задание, вам необходимо различать такие атмосферные явления, как циклон и антициклон. Вышли на новый уровень. Когда мы говорим про подготовку к экзамену, мы начали создавать свой блог, свой канал учителей. Это мы представили как раз сейчас на Всероссийском конкурсе. Мы создали чек-лист «9 шагов к созданию образовательного канала». И это очень хороший результат, потому что мы не только показали, что мы сделали, мы не только дали идею, нашу идею взяли. Взяли учителя со всех регионов России. И уже мне пишут, говорят о том, что мы начали внедрять. Опыт югорских педагогов уже взяли на вооружение коллеги Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Камчатки, Новосибирска. Отметим, за звание лучшего в номинации «Молодой учитель» Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» боролись 47 участников из разных регионов страны. Никто Анастасия Леговна одну на образуру не бросал. И помогали все. У них есть наставник-профессионал, Борис Анатольевич Средовский. Он преподает в университете, и хорошо, что и в нашей школе по сместительству. И поэтому Борис Анатольевич ввел все, что касается учебного предмета географии. То есть тот же самый онлайн-урок. Они готовились с Анастасией вместе при помощи еще специалистов. Но помимо этого урока Анастасия же участвовала в публичном выступлении. И я это делаю так, то есть показывая свои профессиональные уже мастер-классы, которые она успела за этот непрожитанный период наработать. И, кстати, жюри после мастер-класса у нее спросила, вы правда так мало работаете в школе, и вы это уже делаете? Сейчас для молодых педагогов непростой период. Дебютировать им приходится в условиях пандемии. Уроки вести дистанционно, общаться с учениками при помощи мессенджеров. Порой им не хватает живой аудитории. В то же время это поколение свободно владеет современными цифровыми технологиями. Они готовы использовать в работе интернет-ресурсы, планшеты и даже мобильные телефоны, если это помогает ученикам лучше усваивать знания. В особенности работы молодых педагогов в Николе. Елена Составова и Дмитрий Килин специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска. Продолжение следует...